приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого диакона филиппа благовестника апостола от семидесяти конечно вот мы чтим святых чтим мы святых великих и малых но на самом деле и в мало может скрываться нечто великое а у бога не бывает малых у бога каждый имеет свое значение каждый поставлен на своем месте и вот слава богу что в церкви у истоков каждого служения у истоков абсолютно любого служения церковно стоят люди святые и вот святой филипп филипп благовестник как он ну не сразу он был так назван но впоследствии все-таки назван он именно диакон один из тех первых семи диаконов он прославлен в лике святых и конечно вот диакона когда мы приходим в храм то надо прямо сказать что диакона они украшают богослужение да то есть если вот нет диакона то священник конечно справится со всей со всем чинопоследованием он все исполнит как положено но диакон он во-первых помогает священнику в совершении то есть а во-вторых он украшает службу как правило ставят на диаконское служение стараются ставить тех кто отличается таким красивым голосом да кто может ну придать такую вот эстетику и звуковую эстетику красоту которая наполнит наш храм и вот но с древних времен и вот святой иоанн золотоус он об этом свидетельствует диакона они во многом помогали еще осуществлять социальную миссию церкви то есть заботиться о неимущих а страждащих потому что диакона это кто это служители а служители не только в богослужении да но и в тех вот делах заботы милосердия которая проявляется к неимущим к страждащим и именно для этого изначально были поставлены семь диаконов ну сразу скажу что вот поскольку диакон филипп это лично запечатленные на страницах священное писание в книге деяния о нем говорится то мы и будем немножко вот обращаться именно к писанию потому что уж библейских лиц мы должны знать очень хорошо и обращаясь к их жития мы тем самым вспоминаем в том числе и божественное откровение мы вспоминаем священное писание но в данном случае нового завета так вот когда избирали диаконов то никто даже еще изначально не предполагал как вот широко раскроются их личности да оставили их просто ради чего ну вот чтобы просто они заботились о не неимущих и немножко обиженных вдовах то есть была такая вполне человеческая ситуация хотя это апостольский век да вот еще там апостолы и там петр я ну павла еще нет то тут пока еще конечно савла еще против церкви да но вот эти первые апостолы до 12 но на на место иуда избран матфей то есть 12 святых апостолов и они проповедуют и тут вдруг оказывается что происходит обида смотрят оказывается обижены вдовы и среды эллинистов но эллинисты это кто это те же самые иудеи и иудезинки только проживавшие в странах греческого мира и потом приехавшие в иудеи в иерусалим и они были пропитаны эллинской культурой эллинисты это не эллины не греки а иудеи пропитаны эллинской культуры и соответственно иерусалимский иудеи смотрели на них вот несколько, ну не то чтобы с высока, но с таким как бы пренебрежением, что те напитались вот чужеземными такими привычками, обычаями, ну зато они получали, кстати, образование достаточно неплохое. И вот когда проявляли дела милосердия, а вдовы они составляли собой такую вот прослойку социально незащищённых людей, женщинам было вообще трудно устроиться куда-то работать, если они устраивались, то им платили очень мало. И для того, чтобы поддерживать неимущих, апостолы собирали пожертвования, составлялись такие даже продуктовые запасы, и каждый день из этих запасов выделялось что-то вот для социально незащищённых людей, ну в том числе вот для вдов. И тут вдруг, читаем мы буквально в Писании, что когда умножились ученики, произошёл у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Ну и тогда вот апостолы, они собираются вместе. Дело в том, что апостолы ведь они постоянно старались проповедовать, да, вот молиться в общих христианских собраниях и проповедовать. И поэтому, если они сами займутся раздаянием там вот хлеба насущного, да, то когда им благовествовать, когда им просвещать других людей, свидетельствовать о Христе. И у них уже были какие-то помощники, но, вероятно, эти помощники не очень справлялись. То есть, ну просто вот кого-то там они поставили. И святой Иоанн Златоуст говорит, что вот это вот ущемление, оно происходило не столько вот не милосердия, сколько, ну просто вот от того, что на все не хватало рук. А когда чисто по-человечески ответственные лица, они не справляются, да, то возникает ропот и чьи-то обиды. И вот апостолы говорят так, что вот нам, конечно, нехорошо, оставив Слово Божие, заботиться о столах. И поэтому он обращается, апостолы обращаются к самим первым христианам, говорят, что вы выберите среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Ну, изведанных что значит? Это значит, что вот эти вот первые служители, дьяконы, они должны быть уже известными. Христианская община, вот первые общины, общине учеников христовых, да, то есть они не просто вот откуда-то появились только что внезапно, да, их тут же ставят. Нет, они должны быть уже обладать каким-то авторитетом, их должны уважать, да, и при этом они должны еще отличаться чем? Это вот мудростью сказано, потому что бестолкового человека нельзя ставить на какое-то ответственное место. Даже если он благочестив, да, но не очень сообразителен, он порученное ему дело просто-напросто завалит. Так что тут речь не вот, не о том, что он плохой, хороший, а он должен все-таки быть рассудительным, он должен быть мудростью. Мудрость проявляется в рассудительности. А если ты благочестив, но недостаточно умен, да, то ты не справишься со своим делом. Ну и, конечно, сказано, что они должны быть исполнены Святого Духа. Конечно, Святым Духом наделялись все христиане того времени, но не все, вот может быть, хранили благодать в чистоте. А определялось, конечно, по святому образу жизни. И вот поставляют семь деканов. На первом месте из них Стефан, известный как первомученик, он первый принял мученическую смерть за Христа. И на втором месте как раз вот идет диакон Филипп. Его имя тоже греческое. Кстати, и остальные имена вот этих деканов, там Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай Антиохиец, о нем вообще сказано, Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Так вот, у них имена именно греческие. То есть, в основном они были как раз, ну, не в основном, Николай Антиохиец, он был именно из греков, а остальные это эллинисты, то есть, иудеи греческой диаспоры. Иудеи, которые пропитаны были вот этой эллинской культурой. И подход был какой, что раз вот эллинисты роптали, то, пожалуйста, вот из их среды и поставим вам служителей. И что тут удивительно, что вот промысел Божий, он очень по-разному ведет людей. И бывает так, что как бы, ну, чисто по-человечески вот ставят вот только для какого-то одного такого малого служения. Ведь, как они говорили, апостолы, что мы поставим, чтобы они заботились о столах, вот о материальной составляющей, да, о том, чтобы они там раздавали пропитание, продукты, соответственно, требовалось что-то подсчитывать, там, вести какой-то учет, пополнять эти запасы, смотреть, чтобы никто не был обижен. Такая вот практическая сфера, материальная сфера деятельности, а Господь всемогущий и премудрый, он ведет их еще дальше. И вот известно, что Стефан, первомученик, он выступил тоже просто как удивительный проповедник, за что и был он убит. И Филипп, дьякон Филипп, который избран был тоже вроде бы заботиться о столах, он на самом деле тоже духом святым возводится в разряд благовестников, евангелистов, тех, кто свидетельствует о Христе. И вот уже мы, поскольку именно о Филиппе говорим, да, то мы читаем и видим, как вот уже после убиения Стефана, первомученика, начинается такое, конечно, великое гонение в Иерусалиме на христиан, ну, великое в пределах иудеи. И, значит, вот христиане уже, многие, которые видны были, они уходят из Иерусалима, но по промыслу Божию это тоже вот совершается. Вроде бы их гонят, да, а они с проповеди идут в другие места. И вот мы читаем, что, значит, да, между тем рассеявшиеся ходили и благовестовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Конечно, мы знаем, что иудеи с самарянами не общались. Это была такая даже пословица, поговорка ее, она в Евангелии включена даже, иудеи с самарянами не общаются. Но ведь Христос уже проповедовал там. И когда, помните, да, вот эту жену-самарянку, с которой он беседовал, и потом, значит, она приводит других людей, и Спаситель, показывая апостолам на идущих людей, говорит, посмотрите, как побелели нивы, как они уже готовы к жатве. А кто вот эти жнецы, которые идут на эту жатву? Так это вот как раз диакон Филипп, в частности, вот он, диакон Филипп, приходит, проповедует с самарянам. И тут мы читаем такую удивительную вещь. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. То есть проповедь Филиппа отличалась особым таким воодушевлением. Он, будучи исполнен Духа Святого, свое слово подтверждал делом, и его проповедь, она сопровождалась многочисленными чудесами, прямо скажем, наглядным таким вот проявлением божественной силы. И тут даже мы читаем, значит, «Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслаблены и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Конечно, вот какой это именно был город, в Самарии, в стране Самарийской там было много городов, тут не указано, но ряд вот таких древних сказаний указывают на город Сихарь, ну, а кто-то говорит, может быть, это была сама Самария, неважно. Главное, что там уже пошла вот эта проповедь, и благодать Божия торжествует, вот что надо понять. То есть не обязательно ждать, что придет какой-то там апостол, первоверховный апостол, что придут какие-то там видные проповедники, а иногда вроде бы внешне такой простой, да, он не облеченный высокими статусами, он идет, а через него благодать Божия проявляется, и он искренне в своем служении, и всем от этого радость. И действительно, благодать Божия торжествовала так, что даже нечистые духи, как мы прочитали, они с великим воплем, то есть можно представить эту картину, когда там аж вот этот крик демонов, потому что они в страхе разбегаются, выпрыгивают из людей, потому что боятся благодати Божией, которая действует через святого диакона Филиппа. И, в общем-то, тут надо прямо сказать, что победа, которую принес Господь наш Иисус Христос, да, которую он через крест свой даровал миру, это победы над дьяволом, над демоническим миром, поэтому люди из души людей из ада уже выводились, поэтому на земле мы видим, как крестное знамение, оно не спровергает все магические, оккультные, демонические происки, и даже бесноватые, они исцеляются. А для людей-то какая радость, что они освобождались от этой одержимости. И, значит, мы читаем, что расслаблены, расслаблены, парализованные, которые лежали, не могли подняться, и вот они поднимаются, слыша проповедь диакона Филиппа, и хромые исцеляются, то есть кому не могли помочь врачи, там, костоправы, остеопаты, вообще никто не мог помочь. И вдруг они исцеляются, потому что сила Духа Святого – это сила животворящая. И благодать Божия, да, это вот сила Бога Творца, Он сотворил наш мир, и Он может восстановить наш мир. Да, и это все действовало через первых христиан, вот через диакона Филиппа. И тут мы читаем, значит, такой неожиданный поворот его проповеди. Оказывается, вот в этом городе находился известный такой оккультист, маг, ну, его даже как родоначальник агностицизма называют, это Симон Волхов. Читаем. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Се есть великая сила Божия». «Овнимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованием». То есть, это был, ну, такой вот настоящий оккультист, да, отчасти там иллюзионизм, да. Ну, что такое иллюзионизм? Это когда, как некие такие вот фокусы. Ну, например, вот почти вот в наше время был такой Саи Баба, да, как бы вроде бы он из индуизма, но себя называл, кстати, божеством. Вот я хочу, чтобы все знали, что я божественный, поэтому я вершу чудеса. Ну, и действительно, как будто он там помашет так рукой, вот так вот, раз, а там у него действительно тоже рукава такие широкенькие, так помашет, и вот так вот рукой, и раз цепочка появляется, и он дарит кому-то. И он говорит, это я вот из ничего творю. Ну, правда, вот наши фокусники, они тоже повторяли все эти его чудеса. Или потом, значит, плюет в платочек, вначале платочек лежал, тут плюет в платочек, потом опять кладет, и потом оттуда какое-то вот яичко там хрустальное. А наши фокусники, они даже смогли переплюнуть его в этом, и они прямо изо рта у себя достают яичко во время вот тоже своих представлений иллюзионизма, и говорят, вот мы даже больше можем сделать. То есть, на самом деле, этот Саи Баба, он был всего лишь иллюзионистом, да, таким вот фокусником, но в то же время, как человек, который посвятил себя, конечно, вот лжи, так как вот это в его случае, это вот не просто фокусы, это была именно ложь, то, конечно же, и он был связан, взаимосвязан с темной демонической силой, и, может быть, где-то вот бесы в чем-то там ему тоже помогали. И это проходит через всю историю, что такие лжицы встречаются. Среди них в Новом Завете вот первым мы видим Симона Волхва, который изумлял какими-то тоже там представлениями, магическими волхвованиями, а может, действительно, в чем-то там вот бес ему подсказывал, он мог там как ясновидящих что-то предсказать, да. Вот, ну, воскресить, конечно, не мог исцелить, но на время там болезнь у кого-то проходила. А потом уже наступал постоккультный синдром, человек становилось хуже. И тут вдруг, значит, что? Вот, что читаем мы? «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, то есть они забыли про этого Симона Волхва, про его как бы чудеса, и сама вот простота и искренность проповеди диакона Филиппа, она расположила. Тут нет ничего хитросплетенного, тут не надо вот махать вот там рукой, из рукава своего доставать какой-то предмет заранее там спрятанный, а вот просто он молится, и Господь исцеляет этих там прокаженных, там расслабленных, слепых, хромых, да, и бесы сами выходят из одержимых людей. И вот ради этой простоты, искренности люди обращались, и тут мы читаем, что нечто необыкновенное. «Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и видя совершающиеся великие силы и знамени, изумлялся». То есть, оказывается, Симон Волхв, наученный всей вот этой магической премудрости, в кавычках премудрости, он был поражен, когда явилась подлинная сила, простая, безыскусная, но действительно всеисцеляющая сила Христова, действующая через простого проповедника, дьякона Филиппа. И Симон Волхв настолько удивился, что он даже забыл про свои вот эти вот магические, как бы способности, да, экстрасенсорные там или какие еще, и он приходит тоже к Филиппу, и будучи вот первое время, как бы захвачен, да, евангельским благовестием, он невольно, ну, это такое первое движение его души, он склоняет свою голову, да, он идет и тоже принимает крещение, и хочет услышать диакона Филиппа, то есть, как бы побольше услышать, чтобы понять, откуда же это такая сила, вот, ну, собственно говоря, что касалось вот этой встречи диакона Филиппа и Симона Волхва, то это уже все, мы знаем, что впоследствии все-таки Симон Волхв, он не очень так вот утверждался в христианской вере, когда пришли уже апостолы Петр и Иоанн в этот самарийский город, и они для чего пришли? Для того, чтобы возлагать руки и даровать Святого Духа, потому что диакон Филипп, он не был епископского сана, и он мог крестить, вот, кстати, каждый христианин в какой-то исключительной ситуации тоже может совершать крещение, то есть, если твой близкий, который желал бы креститься, но не успел, и вот он при смерти, то ты тоже можешь совершить таинство крещения, достаточно, чтобы была какая-то вот просто вот вода, даже не святая вода, ну, хоть даже вода из крана, и ты можешь просто вот прочитать какие-то простые молитвы и затем трижды возлить воду на голову крещаемого, да, со словами «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». И это крещение уже будет действенно, если он выживет, да, то чинопоследование будет восполнено другими молитвами, а вот миропомазание мы не можем совершить. Ну, мы, я-то как священник могу, конечно, а миряне, миряне не могут, или и декана тоже не могут. Это вообще изначально только вот епископы, они возлагали руки, а потом со временем они уже осветили миро, и миро вот по преемству передается, доливается во вновь изготавливаемый миро, тоже там освящает патриарх, святители освящают, и вот так вот благодать Божия от апостольских времен передается. А в то время, да, вот надо, чтобы были именно епископы, и, ну, приходят сами апостолы. И вот когда они уже низводили духа святаго через возложение рук, то Симон Волф, он захотел за деньги получить эту способность, да, то есть как бы за деньги купить себе епископский сан, и был он, конечно, отвергнут, сказано серебротовое, да будет в погибель с тобой, сказал ему Петр, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет в тебе всем части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Ну, вернемся к Диакону Филиппу, то есть, понимаете, вот люди крестятся, люди откликаются, но как они будут потом вести себя, мы вот за это не всегда отвечаем, мы не можем это как-то спрогнозировать, и кто как, одни радовались, да, искренне принимали благовестие, другие вот как Симон Волф вернулись к своим оккультным делам, но проповедь должна продолжаться. И дальше про Диакона Филиппа мы читаем это вот такое ключевое событие, ключевая встреча, но что ей предшествовало? То есть, все-таки видно, что Диакон Филипп, он вел очень такую высокую духовную жизнь, да, то есть, не надо думать, что когда вот берем Библию, обязательно там только апостолы, да, вот там, конечно, Павел обратился, и что вот уровня Павла, они все должны быть такие проповедники, нет, даже такие вот как Диакон Филипп, он вроде бы Диакон, а на самом деле, по сути, он тоже апостол, он, в принципе, и прославлен в лике 70 апостолов. Так вот мы читаем, «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста». То есть, вы представьте, что какую надо иметь душу чистую, какое сердце чистым, чтобы быть способным, вот, общаться с ангелами, с ангелами-вестниками высшей чистоты, и вот ангел Господень буквально является Диакону Филиппу и говорит, ну, тут вот несколько таких составляющих, то есть, вот, иди на полдень, на полдень это имеется в виду на юг, вот, в словопотребление того времени, то есть, на юг от Самарии. Куда именно? Значит, «на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста». Да, то есть, была дорога, которая вела из Иерусалима в газу, и город Газа, да, и при этом дорога эта была пустой. Он встал и пошел. Вот тут, братья и сестры, вы представьте, да, что вроде бы казалось, что проповедник должен идти не на пустую дорогу. Кого там встречать, если дорога пустая? И ангел говорит, что там вот пустая дорога. Нет, вот вроде бы, он мог бы сказать, ну, зачем я пойду туда, надо идти в какие-то многолюдные города, на площади, где снуют люди туда-сюда, где могут меня услышать многие, а зачем на пустую дорогу? Нет, он не стал так рассуждать, потому что у Бога не бывает ничего случайного. Вот как святой Алексей Мечов, Алексей Московский, первые семь лет он служил совершенно вроде бы в пустом храме, каждый день приходил, каждый день звонили колокола. Ему говорили напрасно, там, звонишь в колокола, все равно никто не придет. Он каждый день служил, и зато он духовно вот настолько возрос, что потом стал старцем, к которому и со всей Москвы приезжали, потом с других мест приезжали. То есть он возрос, потому что доверился Господу. И диакон Филипп, он тоже доверяет слову ангела. Ему сказали идти на пустую дорогу, но вот он встал и пошел. И тут вдруг оказывается, что по этой совершенно пустынной дороге движется один человек, с которым и нужна была встреча. И, кстати, вот благодаря этой встрече потом проповедь отправилась вот с этим человеком в целую вот страну, дальнюю страну. И, значит, читаем. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Вот представьте себе, это вот не какой-то там, не пойми кто, да, едет вельможа, но тут на самом деле не все вот так вот было однозначно. Дело в том, что о нем сказано, тут такие три составляющие, значит, эфиоплянин, евнух, вельможа. Эфиоплянин – это вот национальная характеристика, то есть он был чернокожий. А для иудеев того времени, и вообще для людей с белым цветом кожи того времени, ну, в общем, для них темнокожие как-то вот считались людьми, ну, это напоминало про какую-то темную силу, понимаете. И вот, конечно, иудеи не особо-то вот общались с эфиопами, хотя мы знаем, что царица Савская посещала Соломона, и, значит, даже уже вот ближе к нашему времени Эфиопия, там они пытались даже доказать некое родство свое с иудеями, даже путем каких-то генетических исследований удалось как-то вот это аргументировать, ну, видимо, были все-таки какие-то пересечения родовые. И, ну, все равно вот иудеи именно в то время, они сторонились эфиопов, чернокожих, негров. Второе сказано, что он евнух. И, конечно, вот евнухи, они не могли напрямую быть участниками богоизбранного народа, это запрещалось Ветхим Заветом, те, кто вот это искажение думал, что не надо пояснять, кто такие евнухи. И вот, да, но он все-таки обратившийся, он приезжал в Иерусалим, сказано, для поклонения. Почему так? То есть он был празелитом, обратившимся из язычества к Ветхозаветной вот этой вере, вере в единого Бога, и приезжал в Иерусалим, в храм на поклонение. Но, повторю, что там, знаете, празелиты, как бы они делились на два такого вида, там, празелиты правды, празелиты врат, и вот, как бы, первые они поближе, а второе, вот он, будучи вот евнухом, он как бы в самом-самом конце, вот из-за этих празелитов. И он смирялся, представляете? То есть он не требовал, хотя он был, вот, третье сказано, вельможа. Вельможа Кондакий, хранитель всех сокровища. Ну, представьте, что на самом деле, если брать вот эту вот языческую страну, это очень высокий уровень власти, чтобы хранить все сокровища, да, вот, фактически министр финансов, если вот прямо сказать, это министр финансов эфиопской страны. Да, а Кондакия, это что? Ну, у нас обычно это читается, как имя собственное. На самом деле, Кондакия, это, ну, вот как в Египте царей называли фараонами каждого, вот так же в той эфиопской стране всех цариц, там шло по женской линии, их называли Кондакиями, как бы царица эфиопская. И так вот он приезжал, значит, для поклонения, и, читаем мы, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. И вот тут это вот все, что мы видим, это все надо сказать, конечно же, в пользу этого человека, что он не был таким, знаете, поверхностным, он не был несерьезным, что, ну, приехал там, вот посмотрел, поглядел, да, одно из чудес света, получается, храм Соломонов, ну, и поехал. Нет, у него душа просила чего-то большего, и для этого он читал Священное Писание. И вот отсюда какой вывод, что если ты все-таки ищешь духовного назидания, да, тебе не все будет понятно, ты читаешь книги, не можешь понять, но если твое сердце ищет, то Господь тебе непременно подаст какое-то руководство, да, или через другого человека, или там духовник появится, или просто получится так, ты вот, обычная какая-то встреча, и другой человек даст тебе разъяснение. По-разному может быть. Но вот в этой ситуации, значит, вот он приставим, он проезжает, тут надо понимать, что Диакон Филипп, это же, в общем-то, бедный человек, а тут движется такая вот, ну, почти царская процессия, министерская процессия, да, и там вот на этой колеснице достаточно дорогой сидит вот этот вельможа, но он по душе своей прост, этот вельможа. Он читает священное писание. Дух сказал Филиппу, Дух Святой обращается непосредственно к Диакону Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. И Филипп исполняет, Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Вот эта встреча, она очень интересная. То есть, не здрасте там, не разрешите сказать, вот он движется, ну, колесница, и понятно, это не современные там, Мерседесы, которые быстро там промчались и все, но для современных Мерседесов быстрых есть и быстрый интернет, да, то есть, может быть, сидящий в Мерседесе, он посмотрит через интернет библейский портал Экзегет, и тоже в его сердце что-то откликнется. Да, то есть, когда развивается технический прогресс, и скорость ускоряется, то и скорость передачи информации, и в том числе передача слова Божия, тоже ускоряется. А в то время он ехал, значит, медленно, и Филипп очень просто, как бы по-свойски, разумеешь ли, что читаешь? А тут получается, что действительно, вот этот вельможа, он читает, он думает, и как бы погрузился, и не может понять, вот о чем же это речь? И тут вдруг вот этот вопрос, очень простой, и от человека простого, разумеешь ли, что читаешь? И у него сердце откликнулось сразу. Он говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Причем ведь вопрос диакона Филиппа, он означал, что именно Филипп им может дать ответ. И вот этот вельможа тут же с радостью, значит, откликается и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Идем скорее вот ко мне, садись рядом, поговорим. А место из Писания, которое он читал, было сие. Это, конечно, из пророка Исаия. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Именно эти слова повторяют священники во время проскомидии, первой части литургии, когда приготовляют из просфоры, заготавливают агнец, вырезается агнец, чтобы затем вот эти честные дары, они прилагались в тело Христова. Вот именно эти слова из пророка Исаии читаются. Это, ну вот Евнук говорит, Евнук же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом. Дело в чем? Вот в то время, ну вы это, конечно, знаете, что иудеи, у них составился образ Христа как царя, как царя всемирного, который сможет даровать свободу иудеям, который возвысит Иерусалим над всем миром, богоизбранный народ станет господствующим. Ну, в общем-то, действительно, в Ветхом Завете мы можем найти такое о Христе как царе, да, ну поэтому его встречали как царя во время шествия его на осляте, да, но были и слова о Христе как страждущем Мессии. И вот эти слова о страждущем Мессии, да, вот как Агнец, пристригущем его безгласен, как овца веден на заклание, вот они были непонятны. А где было почерпнуть это наставление вельможи? Он не знал, то есть фарисеи не могли его толком научить. Они же не скажут, что вот этот Мессия должен пострадать или что он уже пострадал, зашел на крест, да, и кто. И тут вот как раз Филипп встречается. И что мы тут читаем? Значит, вопрос какой был. Прошу тебе сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свой, и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Конечно, в книге «Деяния» очень так вот кратко про это говорится, что он как бы открывает ему подлинное вот ведение из Священного Писания Ветхого Завета, да, что Господь уже заранее предустраивал, предизображал и предвещал, Ветхом Завете еще предвещал, Бог Отец предвещал страдания Сына Своего. И вот Филипп, он благовествует, он рассказывает о этих пророчествах, и говорит о том, что они исполнились во Христе. И вообще, вот когда мы читаем про дьякона Филиппа, то видно, что он был такой человек очень добрый, очень искренний. То есть мы не видим, чтобы он кого-то там очень жестко обличал, скажем, как апостол Павел, да, чтобы он там где-то вот вперед выдвигался, как апостол Петр. У него очень такой мягкий, добрый подход, да, и, видимо, слово его, оно очень быстро находило отклик в сердцах других людей. Хотя вроде бы он не значится среди таких вот великих проповедников, но повторим, что у Бога не бывает малых, каждый значим пред Господом. И вот, значит, Филипп ему говорил, говорил, и все это ложилось на сердце. «Вельможи, между тем, читаем мы, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. То есть, конечно, какое там длительное оглашение, да, он уже был подготовлен, но по большому счету уже то, что он до этого читал священные писания, он размышлял, это было в каком-то смысле оглашением вельможи, а теперь вот он, водоем, источник, что препятствует креститься, да. И тут вот диакон Филипп показывает, что, конечно же, можно креститься, если ты веруешь от всего сердца. То есть, он спрашивал, что препятствует креститься? А ничто не препятствует, ни цвет твоей кожи не препятствует, ни даже то, что ты Евнух, ну, вот это вот искажение, насильственное искажение природы человеческой, ну, он же не был в этом виноват. Не то, что он высокого статуса, не надо думать, что христианство, оно там только вот для бедных, оно для всех вообще, и каждый поставляется на своем месте, и министр финансов, да, и министр иностранных дел, и министр там обороны, и любой другой министр, он тоже призывается ко Христу, чтобы воспринять жизнь вечную. Христианство, оно для всех, там, для богатых и бедных, оно для здоровых и больных, для взрослых и маленьких, для мудрых и не очень там умственно способных, для всех вообще, потому что, когда люди восприм, будут восприняты в Царстве Божие, те, кто приняли Господа, то там все и ум раскроется в более ясной полноте, и там все, неважно, как они, богатые и бедные были на земле, там они приобщаться подлинному богатству. Поэтому можно, если веруешь от всего сердца. Он, вот этот вельможа, сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это как бы первое такое исповедание, первый символ веры, который в данном случае перед крещением потребовался верою, что Иисус Христос есть Сын Божий. Ну вот у нас перед крещением там тоже, конечно, когда вот отреклись уже от дьявола, да, и вот после этого отречения уже обращается к востоку, к алтарю, и требуется уже исповедание Христа как Господа, и сказано, там спрашивается, веруешь ли ему, и говорит, веруя ему, я ко царю и богу, и поклонись им веру, исповедую троицу, единосущную, и нераздельную. И вот, значит, фильможес, читаемый, «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». То есть мы тут тоже несколько таких удивительных вещей, то, что вот он крестит его, и Дух Святой уже сам не сходит на вот этого вельможу, на Евнуха. Повторим, что мы можем, в исключительном случае, миряне могут, крестить кого угодно, лишь бы вот этот человек сам желал. И я вот знаю случаи, когда, скажем, жена в предсмертной минуте мужа крестит, или там мама, вот она крестила ребенка своего, как только вот родила, и это все принимается. И дальше уже Господь сам рассудит, выживет человек или нет. Если он крещеный, переходит в иной мир, он спасается. И вот тут мы видим даже, что Дух Святой не сходит на Евнуха, то есть, почему так? Уже, ну где здесь ждать вот епископа, где тут ждать, ну не миропомазание, а вот это вот возложение рук на тот момент. А этот Евнух, он уже приуготавливался для проповеди в эфиопской стране. И есть отдельное вот уже древнее предание про то, что он обратил ко Христу саму царицу эфиопскую, вот эту вот Кандакею, что он стал первым проповедником христианской веры в Эфиопии, и впоследствии там христианство тоже возросло. То есть, не случайно произошла вот эта встреча на пустынной дороге, и на самом деле не бывает у Бога пустых дорог, да? У Бога, если вот Господь призывает тебя на какую-то дорогу, эта дорога не будет пустой. Наши беды от того, что у нас бывает душа пустая, что голова у нас пустая. Если Господь вот ведет, то у Бога этот путь не будет пустым. И встреча диакона Филиппа с вельможей обернулась тем, что вот этот вельможа потом пошел и всю страну стал обращать. Конечно, не всех, но кто-то вот тоже откликнулся, стал причастником Божьего Царства. А Филиппа сказано «восхитил ангел Господень». Это, конечно, такой вот высший уровень святости, прямо скажем, когда даже вот физически святой человек перемещается куда-то. То есть, понимаете, насколько надо быть близким к ангелам. Да, ну тут еще мы так скажем, что вот ангел Господень, собственно, посылал диакона Филиппа на эту дорогу. И, собственно, сам диакон Филипп для вот этого вельможи тоже стал своего рода ангелом. Ангелом, как вестником высших небесных божественных истин. То есть, он как ангел для этого вельможи. А потом уже вельможа поедет в Эфиопию, вот эту ангельскую весть там продолжит. Самого же Филиппа ангел Господень восхитил и, значит, перенес его. Сказано «Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». То есть, вот видим, что Филипп дьякон, он начинал вот с этой заботы о столах, о том, чтобы безропотно раздавать пропитание неимущим, чтобы никто не обижался, и успокаивать, их утешать. Да, а потом Господь потихонечку его возводил на степень благовестника. И вот уже дальше, и почему, собственно говоря, он пришел в Кесарию, да, собственно говоря, он жил. Это Кесария из Стратонова. Там он жил, там у него была семья, да, вот это, что интересно. Обычно мы думаем, что вот святые такого высокого уровня, что их даже ангелы восхищают. Это вот какие-то затворники, монахи, созерцатели, которые в далеких пустынях, ну да, действительно, такие пустынники были, что ангелы их переносили с места на место. Но Филипп Дьякон был женатый человек. И представьте себе, какую он вел чистую жизнь, какую он вел духовную жизнь, что настолько вот он вообще не с ангелами, что они даже его переносили. И вот уже в 21 главе книги Деяния, там когда речь идет о апостоле Павле, как вот он, значит, переходит с одного места в другой и потом возвращается в Иудею. И вот пишет евангелист Лука, «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, то есть Лука вместе с Павлом, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи деканов, остались у него». Вот уже в 21 главе Филипп прямо называется Благовестником. Все, он уже проповедник, а не просто человек, заботящийся там о пропитании голодных. Да, и у него был там дом в Кесарии, еще сказано, у него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Тут каждое слово, оно прям, это вот что-то невероятное. Значит, оказывается, четыре дочери, то есть он, повторим, женатый человек, дочерей тоже воспитывать не настолько просто. И там было, конечно, если брать вот обычные семьи, то и бывают у девочек там всякие, и вот эти срывы нервные, там и всякие, вот, в общем, сложности воспитания. А тут мы видим, что дьякон Филипп, он, понимаете, вот по детям тоже можно судить о родителях. Сказано о них следующее, что они девицы, да, то есть они хранят девство. Они не посвятили себя какой-то распутной жизни, не хотели там, не думали там все попробовать, как говорят, вот все надо в жизни попробовать, и потом сами мучаются от этого. Нет, то есть он вот эту мудрость прививает своим дочерям, они сохраняют девство, и третье сказано, они пророчествующие, то есть наделены были его дочери даром прозорливости, но это вообще какой-то высший пилотаж святости, да, то есть дьякон Филипп, которого ангелы восхищают, которую то туда, то сюда вот направляют ангелы, а у него семья святая, у него дочери прозорливые, понимаете, поэтому когда мы слышим про каких-то святых, то не надо думать, что это какие-то там маленькие незначительные святые, что вот, ну какой-то там дьякон, ну да, вот из семьи, нет, это настолько святой человек, что действительно по уровню он действительно был равен, и 12 апостолов, это безусловно, и у него, значит, святая семья, и святые дочери, которые прозорливые, там есть даже в некоторых житиях, посвященные именно дочерям его, ну есть тоже предание, что он, сам Филипп потом был назначен куда-то вот епископом, ну это вот, конечно, предание, а из священного писания мы видим его как дьякона, и как благовестника, благодаря которому проповедь направляется в отдаленную эфиопскую страну, вот слава Богу, что вот у нас такие декана, такие святые, и дай Господь всем нам, нашей семье, хотя бы вот, ну понемножечку стараться вот воспитывать, ну хотя бы что-то вот подобное семье дьякона Филиппа, конечно, до прозорливости мы не дорастем, но хранить девство, передавать детям рассудительность, мудрость, а для этого надо самим, конечно, хранить девство, ну хранить целомудрию, конечно, мы девство имеем в виду в том смысле, чтобы умом своим не уклоняться ни во что порочной, потому что вот та ангельская чистота, которую имел дьякон Филипп, это прежде всего, конечно, чистота ума, чистота мысли, чего дай Господь и всем нам достичь. И обратимся с краткой молитвой к дьякону Филиппу, святые дьякони Филиппе Благовестниче, моли Бога о нас. С праздником вас, братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.